Здоровье это еще не все, да все без здоровья ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Заболевания аноректальной зоны сопровождаются не только неприятными и весьма болезненными симптомами, но и немалыми душевными терзаниями. Ведь ни к одному врачу не идут с такой опаской, как к проктологу. Даже к гинекологу и соматологу записываются с большей охотой, чем к врачу, спасающему от недуга в столь деликатной области. Однако давайте смотреть здраво. Независимо от того, смущает или нет нас сама мысль о визите к проктологу, существуют определенные ситуации, когда к данному специалисту необходимо не просто идти, обижать. Интимные вопросы сегодня обсуждаем с врачом-гастроэнтерологом-проктологом Ладой Быстровой. Здравствуйте, Лада Михайловна. Добрый день. Сегодня просматривала интернет-сообщение и, ну, естественно, на запрос о визите к проктологу. И очень много похожих высказываний нашла. Вот специально для вас одно выписала. Долгое время не могу заставить себя пойти к проктологу. В страхе и жутком стеснении. Очень боюсь диагноза, лечения, боюсь этих рактоскопий, пальционирования. Ужас полный. Я, как себе это представлю, мне дурно. Понимаю, что нужно обязательно идти, но не могу себя пересилить. Я сгораю со стыда. Сам по себе осмотр, наверное, тоже очень неприятное дело. Знакомы ли вам вообще такие настроения? Часто ли вы с ними сталкиваетесь? Ну, сталкиваюсь я с таким настроением практически каждый день моей работы. И работаю я уже в этой области порядка 26 лет. И ничего не меняется. Несмотря на то, что мир меняется, вроде бы он становится более интернет-расширенный, да, больше информации люди получают. Все равно есть определенные наши какие-то установки, глубокие, генетические, наверное, с какой-то дальней глубины, что мы все стесняемся этой области. Ну, дело в том, что я могу сказать зрителям и телезрителям, которые сейчас смотрят нашу программу, может быть, это как-то вас подбодрит, те, кто собирается идти, немножечко побаиваются. Но начнем с того, что бояться не нужно перво-наперво врача. Врач точно такой же человек, абсолют, то есть снимает халат, становится таким же трусишкой, таким же тревожным, волнительным. Наверное, когда он сам идет к специалисту, он немножечко волнуется. Волнение перед любым осмотром – это всегда даже больше не стыд, это больше страх небольшой услышать о себе что-то шокирующее, неприятное, или требующее потом каких-то больших хлопот. Поэтому больше здесь напряженности тревога присутствует. А бояться врача не надо. Он понимает прекрасно ваше волнение, и прекрасно вас понимает даже как человек и сам, как пациент, которым мы тоже все бываем, да? Поэтому, ну, за себя могу сказать, что я… Проктологов боитесь. Я практиологов боюсь. Ну, как, наверное, все. Не то, что боюсь, я их побаиваюсь, но осторожно к ним отношусь. Ну, вот, наверное, может быть, вот это какой-то вот этот барьер, да, врач-пациент, который немножечко вот с каких-то нам времен, как стена, вот. Да нет стены, милые, дорогие мои пациенты, уважаемые те, кто был у меня, кто будет, надеюсь, поборет свой страх и придет. Нет этой стены. Мы делаем общее дело. То есть все, кто идет в медицину, это люди, которые хотят помогать, да? Те, кто идет к врачу, это те, кто тоже ищет помощи. Поэтому, по сути, у нас одни цели. Вот, и поэтому, конечно, мы стараемся проявить максимум деликатности. Наверное, какие-то вещи мы уже предугадываем и заранее вам рассказываем. Помогаем преодолеть какие-то моменты. Ну, для этого существует целый прием и психологических там определенных каких-то нюансов, да, в помощь нам и вам. Поэтому сам осмотр, на самом деле, он не настолько болезнен, как ожидание этого осмотра. И не так он и неприятен, не настолько он долгий. По поводу того, что обследование включает иногда инструментальные какие-то моменты там, о той же ректороманскопии, которую вот девушка обозвала в своем сообщении немножко по-другому. Но, на самом деле, только по показаниям. И опять же, ну, за вот 26 лет работы, проктологии, у меня не было такого, чтобы кто-то там с ужасом это вспомнил или в ужасе убежал. То есть мы абсолютно спокойно проводили все процедуры. Самое главное – это настрой. Потому что как вы настроитесь, вот. Ну, а от доктора зависит, насколько он хорошо владеет просто процедурой. Ну, а я вот, кстати, очень давно хотела, чтобы наши зрители увидели вот такого красивого доктора, еще и с таким милым именем Лада. Ну, вот, что тут бояться, как говорится, уже, наверное, комментарий излишний. На самом деле, такое лирическое вступление мы сделали не для того, чтобы просто поговорить, а для того, чтобы я задала вам следующий вопрос. В связи с тем, что многие из-за душевных волнений, ложного стыда, долгое время не решаются, не идут, и, видимо, уже совершают визит тогда, когда просто нельзя не пойти к врачу, есть ли такие заболевания, такие ситуации, когда это значительно осложняет как раз-таки лечение и вылечивание? Вот вы знаете, есть одно заболевание, о котором я хочу вам сказать, оно звучит очень просто, просто вот, очень просто. Анальная трещина. Но это то заболевание, о котором писал еще Гиппократ. То есть, вот опять же, как я говорю, да, ничего не изменяется, только все усложняется, урбанизируется. Вот. Заболевание малое, приносит страдания очень много. Почему оно появляется? Огромное количество факторов, которые влияют на образование трещины. Потому что, на самом деле, это область предназначена природой просто для того, чтобы она расширялась, сужалась, и, по сути, здесь никак не должно быть травмы, да. Да. И когда это заболевание появляется, то первое, что все идут в аптеку и почему-то спрашивают очень доверительно у фармацевта, да, у провизора, а что вот при этом вот поделать. Причем, что интересно, около 300 заболеваний аноректальной области существует, и все знают только одно, что только геморрой в этой области может быть. Да. Причем свято в это верит, и свято друг друга лечит, не показав друг другу ничего, да. То есть это очень интересно. И провизоры очень здорово у нас лечат, и фармацевта. Провизоры лечат любые болезни. Причем мне так нравится, что, а что у вас, да вот там, это кодовое слово, там, да, пожалуйста, вот, все от этого. Я вот тогда слушаю этот диалог, я думаю, ну надо же, как берут люди ответственность на себя такой, да, и насколько доверяют другим людям, кто, скажем так, не сертифицирован в данной области. И человек стоит и выбирает, видимо, от цвета коробочки или там ее окраски, что-то там, что больше нравится. Или от стоимости. Да, потому что или от стоимости. И считает, что решена проблема, и вот она вот одна, геморрой. На самом деле, например, вот анальная трещина, я хочу сказать, она появляется непонятно почему. Ну, огромное количество факторов, которые перечислять не буду, да. Это все знают прекрасно. Это санитарная гигиена, да, это правила, которые нужно соблюдать. Это качество стула, это зависит от того, что мы едим. К сожалению моему огромному, даже те люди, которые приходят и говорят, а мы питаемся прекрасно. Мы питаемся все, в общем-то, из одной корзины. Я могу сказать, что качество предлагаемого нам продукта, но это, наверное, уже не моя тема передачи. Я говорю об этом с грустью. Вот. Она заставляет наш организм приспосабливаться как-то. И там есть много ненужного лишнего, что, к сожалению, меняет нашу перистальтику кишечника, пристеночное пищеварение, вообще обработку пищи, добавки в пищу и так далее. Поэтому от качества стула, от того, как вы посещаете туалетную комнату, в каком состоянии, в каком состоянии нервной системы, эмоциональной системы, зависит тоже, насколько качественно и прекрасно пройдет этот блаженный процесс, который должен приносить нам удовольствие. Потому что, на самом деле, ну, не знаю, правда ли приписывает Пушкину эти слова, да, блажен, кто рано поутру имеет стул без напряжения, тому и пища поутру, и все доступны наслаждению. Конечно, Александр Сергеевич мог такое сказать. Ну, я хочу сказать, что что еще? Кроме того, что все знают, что мы едим, как мы ходим в туалет, как мы принимаем какие гигиенические мероприятия, да, после стула. Это, мне кажется, уже как-то все вот информированы об этом. Но дело в том, почему же все-таки тогда, даже если вы все это соблюдаете, происходит иногда дефект на слизистой анального канала, который, в принципе, жить не дает нормально, потому что он кровит, он необыкновенно болит, когда он касается мышечного слоя и приносит массу страданий. Более того, это все-таки открытая рана, а рядом кишка, а рядом это флора кишечная. Соответственно, неприятным осложнением, которое может быть, к сожалению, и бывает, является парапрактит. Когда возбудитель проникает через открытые ворота, попадает в около прямокишечную клетчатку, соответственно, возникает там гнойник. Ну, вот если так говорить, примитивно на пальцах. Очень много сейчас тревожных моментов вызывают анальные трещины, которые очень часто не заживают. То есть в этом случае нужно разбираться доктору. И порой приходится разбираться очень долго. Потому что это может быть заболевание аутоиммунное, это заболевание кишечника. Ну, то есть понятно, что если слизистая травмируется, значит, все-таки качество слизистые. При нормальном стуле, да, при нормальном опорожнении, значит, все-таки первую скрипку играет здесь состояние самих слизистых. И это огромное количество причин. Это заболевание эндокринной системы, заболевание щитовидной железы, это сахарный диабет или начало, да, то есть это нарушение инсулинорезистентности глюкозы, то есть самое начало диабета, да. Это могут быть заболевания, связанные с нарушением у женщин месячных дисминара и различные эндокринные причины. Это могут быть глистные инвазии или, как мы говорим, паразиты. То есть я считаю, что, конечно, в какое-то окаянство ударяться не надо. Вот в плане того, что все мы в паразитах, я знаю очень много таких пациентов, которые очень любят себя постоянно от чего-то чистить. Ну, во-первых, в нашем организме всему есть место. И если оно там должно быть немножко где-то чего-то, наверное, это нужно для того, чтобы, да. Если 90% в ободочной кишке должно быть бифидолактобактерий, то 10% условно вредных бактерий обязательно должно быть для того, чтобы они как осенизаторы занимаются, значит, осенизацией и процессом мусоропровода. Но они должны быть. Это как щука в озере. Как щука в озере, да, да так. Поэтому, конечно, до бела, до чиста себя с белизной чистить не нужно. И все-таки это доказано, что если мы собираем от животных небольшие маленькие, там, ну, мототки, стронгилоиды, это маленькие такие глистики, которых как бы, ну, я их так ласково называю, что, да, которых мы не можем особо увидеть, да, и это мы с непромытой зелени получаем, с непромытых фруктов, овощей, ну, получаем. Но потом мы все не брезгуем полуфабрикатами в силу того, что все безумно заняты, работаем, и как-то нужно кормить семьи домашних, поэтому и полуфабрикаты у нас идут в ход. Ну, тот тоже, кто знает, что и как. Поэтому, получая их, вот они поражают именно аноректальный отдел. И они как бы не то, что непосредственно вызывают трещину, а просто они являются оппортунистической инфекцией, грубо говоря, той, которая предшествует, да, заболеванию и изменению качества слизистых. Те же банальные дисбактериозы. Но если не очень все хорошо в кишке, хотя все знают, все читают, что это не заболевание есть, но это то, что может нас привести, да, к каким-то страданиям, неприятностям, а впоследствии, может быть, и сформируется в какой-то комочек, в какой-то болезнь. Поэтому, если в кишке не все очень хорошо, страдает кислотность в полости кишки, нарушается состав флоры, а на минуточку флора, вот эта биота, которая заселяет метр семьдесят ободочной кишки, она достигает до двух килограмм веса, хотя ее не видно. Вот так. Поэтому здесь все очень интересно, все эти процессы. И когда эта биота, она становится не такой, какой должна быть, меняется ее состав, меняется кислотность, то качество слизистых, безусловно, страдает. И тогда они становятся травматичными, да, на выходе, и становятся часто, ну, травматичными, и дают уже какие-то дефекты во время опорожнения кишечника. Но есть еще одна очень грозная, и очень такая вот, то заболевание, о котором я уже упомянула, аутоиммунная колита. На самом деле аутоиммунное заболевание – это бич. То есть раньше это было очень редко, этого было очень мало. Но из таких наиболее известных – это бронхиальная астма, это ревматоидные артриты, да? Но очень грустно, когда это касается именно слизистой кишки. Что есть аутоиммунное заболевание? От чего оно и почему? Опять же, причин огромное количество. Это и хронеостресса, это и вредные привычки. Но это те избитые фразы, которые, когда так говоришь, вот такое получается мнение у пациента, наверное, действительно ничего они не знают. Но мы действительно не можем сказать точно, что вызвало, да, это заболевание. Здесь очень сложно отследить. Очень часто, кстати, это герпетическая инфекция, цитомигаловирусная инфекция, Эпштейн-Бара. Это вирусная инфекция, которая очень часто протекает абсолютно как банальное ОРВИ, ОРЗ, да, вот тот же Эпштейн-Бара, но с небольшим увеличением там лимфоузлов. Вот. И они подготавливают, как бы изменяют состояние слизистой кишки, ломают, происходит какая-то поломка в иммунной системе, и свой же организм начинает вырабатывать антитела против клеток какого-то органа, но в данном случае слизистой кишки. В этом случае, конечно, слизистая становится очень ранимой. На всем протяжении она подвергается процессу воспаления, эрозируется, и это отражается очень часто на состоянии именно слизистой анаркотальной области. Это болезнь крона, это язвенный колит или неспецифически недифференцированный колит. Как можно почувствовать у себя что-то такое из вышеперечисленного? Как можно... Что должно сильно насторожить уже? Да. Будете пойти к врачу? Да. Вы знаете, все-таки, на что нужно обращать внимание? То есть, вот вы привыкли, вы живете в том режиме, в котором живете. Каким-то образом? Вы ходите, у вас есть регулярность опорожнения, да, есть определенные ощущения наполнения, опражнения, комфорт после этого, да, кратность стула, качество стула. Если вдруг начинает это меняться, то что основное, на что нужно обращать внимание? Это увеличилась кратность похода в туалет, качество стула стало, например, более жидким или разжиженным, и самое главное, ну, это как правило, все-таки при язвенных колитах появляется слизь с прожилками алой крови или кровь, пусть там, в небольших количествах вкаловых массах. Вот это должно насторожить. При болезни крона тоже однозначного какой-то ситуации нет, потому что раньше, вот как по учебнику, да, была болезнь крона. Сейчас для того, чтобы поставить болезнь крона, это, наверное, знает те мои пациенты, с кем мы очень долго работаем, прежде чем выявить диагноз, да, ну, все-таки основной это боль в правой паховой области, это там, где у нас есть аппендикс, да, в проекции аппендикса, там, где тонкая кишка впадает в толстую. Это субфибрильная температура, та, которая непонятная, 37, 37, 1, 37, 2, да, это тоже должно насторожить. Похудание, высокие сои, показатели в крови, опять же, разжиженный стул, более частый стул. Но его просто при болезни крона иногда не бывает, бывает просто болевая форма. Но все равно эти симптомы, вот которые я перечислила, они, если существует какой-то период времени, например, месяц, и не проходят, тогда имеет смысл все-таки обратиться к врачу. А вот из очень распространенных, и у каждого на слуху, наверное, о чем мы уже говорили, о геморрое и трещине, обязательно ли с этим, то есть, что должно беспокоить, чтобы нужно было пойти к врачу? Можно же, наверное, как-то и жить с этим? Да, конечно. Ну, в принципе, если это банальный дефект, да, ну, я хочу сказать, что трещина может быть острой, то есть она впервые появилась, человек идет в аптеку, как правило, он покупает какие-то мази, свечи заживляющие, пользуется ими, трещина эпитализируется, и все нормализуется, да. Но бывает второй вариант развития, когда периодически при нарушении качества стула, то есть он более жидкий или очень сухой и плотный, да, склонность к запорам, например, трещина вновь появляется. Вот я считаю, что если у вас удалось, залечить острую трещину, но через какой-то период времени она появилась вновь, это уже повод пойти к врачу, потому что, как правило, она открывается в том же месте, и ровно сколько раз она открывается и заживает, она становится все более глубокой, а потом перестает заживать. Поэтому вообще, если вы получили трещину, боль, кровь при идентификации, это вообще повод зайти к врачу все-таки. Ну, а ежели у вас получилось заживить ее, то при повторном развитии симптомов этих нужно все-таки идти к доктору. По поводу аутоиммунных заболеваний и трещины, здесь главное, здесь сам пациент навряд ли себе поможет и разберется, иногда бывает даже трудно, как я уже говорила, об этом врачу поставить диагноз. Здесь мы смотрим уже по результатам лечения, что-то начинает настораживать, при осмотре что-то настораживает, есть определенные признаки, на которые ориентируется доктор. Но, как правило, когда трещина длительное время не заживает, ну, как это, два визита, например, мы даем по 10-12 дней, то мы уже настороженно относимся и ищем более глубокую причину. Понятно, что 300 проктологических заболеваний мы сегодня обсудить не сможем, даже если бы очень сильно захотели, но собственной цели такой не было. Слава Богу, есть специалисты, и с этим уж разбираться вам. Но нам бы очень хотелось получить какие-то все-таки практические советы. Вот вы сказали, что и едим мы не то, что следовало бы, но это так же данность, как все остальное. И получаем различных паразитов с овощами и фруктами. Можно ли все равно какую-то профилактику себе проводить? Не знаю, если это не чистка организма регулярная, то что, чтобы все-таки как-то подстраховаться от таких неприятных вещей? От таких неприятных вещей страхуют несколько вещей. Те, которые известны вообще со времен, я не знаю, Спарты, Греции. Это движение. Первое. Потому что кишка должна быть в движении, хорошо опорожняться. Для этого вам нужно много бегать, много ходить, хотя бы 40-30 минут перед сном. Это делать нужно. Во-вторых, как это не банально звучит, должен быть хороший, сытный завтрак. Потому что около 5 часов утра желчный пузырь готов к опорожнению. Он полон желчи. И он ждет прихода пищи, чтобы выбросить желчь и стимулировать перестальтику кишки. Очень многие младые люди, да и не младые люди, не кушают по утрам. То есть они ограничиваются там чашкой кофе и убежали. То есть они происходят уже сразу сбой. Дальше. За 2 часа до сна кушать нужно. То есть вот последний прием пищи должен быть за 2 часа где-то до сна. Хотя существует огромное количество новомодных тенденций, да, много всяких диет, много предложений. Но это так. Овощи и фрукты, зелень. У людей, которые склонны к запорам, да и не склонны к запорам, я все время говорю, дарите себе каждый день букеты. Букеты из зелени, да. Пучок. Там, я не знаю, кинза, салат. Что больше вы предпочитаете? Но этот букет должен быть подарен обязательно. Ежедневно. Ежедневно. Воды нужно пить много. Вот по правильному, за 10-15 минут до еды мы должны выпить чай, сок, воду, кто что пьет, компот. А потом, после еды, где-то спустя полтора часа, вы можете выпить опять же чашечку чая. Уже как в дополнение, в удовольствие. На самом деле, вот вода должна омывать, да. Должна смывать слизь, должна начать первый путь вот этих сокращений, сократительных перистальтических движений. Это раз. Два. После того, как мы вышли из лета и перешли в осень, нет ничего ужасного, а наоборот, это очень хорошо, выпить какой-то санирующий препарат. Ну, все говорят о токсичности этих препаратов, поэтому многие их побаиваются. Ну, а их токсичности можно тревожиться только в том случае, если у вас есть тяжелое заболевание печени и тяжелое заболевание почек с существующей недостаточностью функции этих органов. Как правило, пациенты об этом знают. Вот им нужно с осторожностью принимать эти препараты. А если вы примете, например, после лета противопаразитарный препарат в профилактических целях, да, с легкой санацией, ну, кроме пользы, вы себе вреда точно не несете, а пользу точно сделаете. Дальше, что интересно, пищу надо хорошо прожевывать. Нужно не объедаться. А еще есть один бич такой, что если вы кушаете тяжелую пищу, то есть это мясо, это макароны, картошка, все-таки в связи с тем, что мы гиподинамичны и наши кишечники гиподинамичны, я всегда предлагаю ровно в два раза больше объем овощей и фруктов добирать. Ну, вот, собственно, если вы внимательно слушали, то я бы хотела сейчас такой сделать вывод из нашей беседы, что можно отсрочить визит к проктологу и знакомство с ним, если выполнять вот эти нехитрые советы, о которых рассказала нам сегодня Влада Михайловна Быстрова. Я пользуюсь своим преимуществом ведущей на глазах у наших всех зрителей. Хочу попросить вас в будущем обязательно прийти к нам еще раз, и мы, может быть, конкретно поговорим с вами о каком-то отдельном заболевании, о котором попросят нас наши зрители что-то обсудить. Конечно, с удовольствием. А вот, а на самом деле, спасибо большое, было очень-очень интересно. Итак, серьезным препятствием в борьбе с проктологическими заболеваниями является то, что многие больные из-за ложной сцедливости скрывают свой недуг и продолжают мучиться от неприятных ощущений. Кстати, доказано, что у 50% больных эти страдания вызывают невротические и психические расстройства. Не доводите до этого, ведь, как сказал Билинский, без здоровья невозможно и счастье. Спасибо большое. Увидимся. До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова